В бассейне «Сатурн» собрались спортсмены из Подмосковья, в том числе и из Раменского. Все они приехали поучаствовать в первенстве Раменского городского округа по плаванию в ластах. Спортсмены со своими тренерами приехали. Приехали из города Егорьевска, приехали из города Одинцова, приехали из города Щелково, с поселка Чкаловский, Стерпухово. То есть это стандартный набор команд, которые приезжают к нам на соревнования за последние четверть века, прошу прощения. И эти спортсмены здесь, на самом деле, показывают результаты, а выполняют нормативы, за которые им присваивают какие-нибудь разряды, на этих соревнованиях могут присвоить только до второго взрослого разряда, потому что уровень соревнований ниже. И здесь эти спортсмены обкатываются, прежде чем попасть в сборную команду Московской области, выезжая на первенство России, на всероссийские соревнования, на Кубки мира. Среди участников соревнований есть спортсмены, добившиеся крупных побед и заслужившие звание мастер спорта. Израильминская спортивная школа, например, здесь будет выступать в группе постарше, в 14 часов они стартуют, значит, девушка 15-летняя, Мохова Анастасия Романовна. Она в этом году выполнила две недели назад в городе Смоленске на российских соревнованиях нормативы мастера спорта и выиграла эти российские соревнования. То есть у нас есть хорошие спортсмены, которые с точки зрения спортивных успехов уже состоялись. В этих соревнованиях приняли участие пловцы из Раменской спортивной школы. Они специализируются на синхронной разновидности. Участвовали у меня девочки-синхронистки 2012-2013 года, это начальное обучение. И соревнования в ластах для них как тренировка, потому что вообще мы стараемся плавать без ласта, и у нас другое направление. Но для того, чтобы участвовать в соревнованиях, не бояться, быть психологически подкованным, то есть нужно выступать и в соревнованиях без ласта, и просто по плаванию. Поэтому сегодня девочки выступали, и я очень довольна. Набор только был в сентябре месяце, но уже они могут проплывать 50 метров. Для меня это достижение, как и для них. Плавание с ластами принято относить к техническим видам спорта. Однако от этих разновидностей этот тип отличается большими скоростями. Это технический вид спорта, который включает в себя другие дисциплины. Здесь плавание не только, вот как вы сейчас видите, плавание в классических ластах. На этих соревнованиях этого не будет, но включается еще плавание в моноласте. Видели когда-нибудь, когда плавают, как русалки такие, да, с большими скоростями, с высокими? Значит, ныряние. Вот тут нырнул, а там на том берегу выдох, вынырнул. Плавание с акваланком, которое они держат не за спиной, а в руках. Скорости гораздо выше и чуть другой вид спорта. Сергей Дружинин и Андрей Полстунов для программы «Городские вести».